Всем привет! В сегодняшнем видео обзоре хочу с вами поделиться вот таким вариантом банта для новогоднего шара в бархате. Делать такой бант абсолютно не сложно. Я всего лишь добавила пару перьев и кабошон. И еще мне нравится сочетание ленты с бархатом, то есть абсолютно два разных оттенка, но вместе они смотрятся очень красиво. Я часто люблю создавать такие шары, когда бархат не совпадает по цвету с бантом. Смотрится очень необычно, нежно и красиво. И вот у меня есть вторая заготовка и сейчас я вам покажу как сделать такой бант. Надеюсь видео обзор вам понравится. Приятного просмотра. Для создания такого банта потребуется атласная лента шириной 5 сантиметров. Ленту нужно нарезать на 4 отрезка. 2 отрезка по 26 сантиметров в длину и 2 отрезка по 20 сантиметров в длину. Отрезок ленты сгибаем напополам, таким образом мы отмечаем середину. Затем к этой отметке мы тянем два конца ленты и соединяем при помощи нитки с иголкой. Все эти действия мы проделываем с каждым отрезком ленты. Получились вот такие 4 заготовки. Сейчас их нужно соединить с помощью горячего клея в один пышный банк. Заготовки, которые по 26 сантиметров в длину были, соединяем их просто посередине. Первая часть банта готова и сейчас я приклею два пера сразу, а затем уже добавлю заготовки, которая поменьше. Дальше нужно приклеить перья на сам шар, а затем уже приклеивать бант. Перья на шаре я располагаю хаотично, так чтобы они выглядывали из-под банта. Вот такая конструкция получилась. Сейчас примерю бант и вот примерно так оно будет смотреться. Ну что же, продолжаем дальше склеивать бант. Заготовки, которые поменьше, нужно склеить, наложив одну на одну, чтобы нижняя заготовка немного выглядывала из-под верхней. Теперь ровно на середину нижней заготовки я приклеиваю заготовку поменьше. Некрасивый шов на банте я, как всегда, буду скрывать тесьмой шириной 8 миллиметров в серебряном цвете. Вот такой бант получился. Сейчас примерим кабошон. Смотрится очень красиво, но кабошоны я сейчас клеить не буду, а сначала приклею бант на сам шар, а затем уже наверх приклею кабошон. И кабошон и бант я буду клеить тоже на горячий клей. Обязательно перед тем, как приклеивать бант к шару, всегда находите середину, чтобы у вас все было ровно. Вот такой красивый бант получился с перьями и кабошоном. Перья, подобранные в тон ленте, это светло-кофейный цвет, отлично сочетается вот с таким бархатом. Это мраморный бархат, легкая мята. Для крючка я использую металлизированный шнур длиной 16 сантиметров. После того, как шнур будет приклеен, сверху я снова приклею тесьму, для того, чтобы конструкция была более крепкой и выглядело это все аккуратно. Вот такие бантики получились. Смотрятся очень нежно. И на шарах осталось доделать декор и приклеить банты на обратную сторону. И еще хочу поделиться с вами новостью. Возможно, кто-то не знает. Сегодня началась большая распродажа на Алиэкспресс. А так как я заказываю очень много товаров с Алиэкспресс и у постоянных поставщиков, поэтому качество проверено. Посылки всегда хорошо упакованы и быстрая доставка. Я оставлю на некоторые позиции ссылки в описании под видео. Например, вот такие кабошоны. Они все хорошего качества. Каждый камушек на своем месте. Также я оставлю ссылки на стразы и на некоторые молды, которые касаются новогодней тематики. Возможно, кто-то из вас в поиске хорошего качественного товара, а тем более, как начались скидки, почему бы и не купить и не проверить. Надеюсь, видеообзор был для вас интересен и полезен. Если у вас остались какие-либо еще вопросы, пишите. Я с удовольствием на них отвечу. Всем пока!